За русскую победу! Марш! Поехали! Комптик ракетик! Мы любим вас! Я Сергей Королёв. Здравствуйте. Два ярких заявления недели. Путин об условиях прекращения огня и шаманов. Генерал о помощи нашей армии, которая необходима. По Путину украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Именно со всех территорий на момент их вхождения в Украину. Цитата. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнется реальный вывод войск из регионов, а также как только Украина уведомит о планах не вступать в НАТО, с нашей стороны Россия имеется в виду незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры с Украиной. Об этом президент заявил во время встречи с руководством Министерства иностранных дел. На заявление последовало две реакции. Зеленский, президент Украины, сразу отверг предложение Москвы, назвав их ультиматумом. По его мнению, цитата, предложение приравнивается к замораживанию конфликта, но замороженного конфликта не будет. Медведчук, глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии, оппозиционная платформа «За жизнь» назвал мирную инициативу Путина последним шансом сохранить украинское государство. Цитата, а после отказа от предложения Путина ждет череда новых референдумов по воссоединению с Российской Федерацией. Шаманов, генерал-полковник Вооруженных сил России, депутат Госдумы на пленарном заседании 11 июня заявил, цитата, «Страна воюет, а, к сожалению, в обществе не все это осознают. Настоящая армия похожа на партизанский отряд, потому что качество обмундирования, которое выдают, оно не подлежит никаким оценкам, и приходится все покупать за свой счет, за счет родственников по Шаманову, пока мы не поможем нашей армии, пока мы не окажем ей всяческое содействие, пока мы не объединим общество на решение главной задачи добиться победы, все остальное будет бла-бла-бла. Потому нам надо собрать волю в кулак, подсчитать свои ресурсы и направить их для достижения победы. Победит армия, победит Россия». День России, 12 июня, который страна отметила на неделе, это отречение от советского глобального проекта, проекта социальной справедливости, победы, труда над капиталом. Об этом Сергей Павлович Абухов, депутат Госдумы, член президиума Центрального комитета КПРФ, рассказал телеканалу «Красная линия». По Абухову принятая декларация 1990 года о независимости страны стала декларацией об отказе от суверенитета. Цитата. «Сегодня мы пытаемся восстановить то, что было порушено 30 лет назад. Однако без вменяемой государственной идеологии и мирового проекта, альтернативного глобалистскому проекту расчеловечивания суверенитет вернуть практически невозможно». Петр Иванович Ильин, иркутский коммунист, народный поэт, с первых строк своих стихов к празднику сообщает, что «печален в день России от того, что рожден этот день на развалинах страны». Цитата. «Страна, которой был всегда я верен, которую гордился я всегда страну, собрал в 20 веке Ленин, в которой жили честно для труда. Особое отношение к труду – вот что нас отличало в СССР». Это 23-й выпуск «Нового времени» передачи о будущем, в мгновениях, настоящих событий, отобранных специально для вас. Комментируйте, помогайте развитию проекта материально. Номер счета, как и ссылки на все полные первоисточники новостей в описании. Фрагменты. «Путин о простых условиях прекращения огня и переговоров с Украиной». «Шаманов, депутат Госдумы, генерал-полковник о помощи нашей армии, потому что все остальное будет бла-бла-бла». «Обухов, депутат Госдумы, коммунист о дне России, как отречение от глобального советского проекта и потери суверенитета страны, который долго восстанавливать придется и Ильин, иркутский коммунист, народный поэт о разрушенной стране, которую Ленин собирал для труда». Смотрим по порядку. Минуту 21 секунду. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. «Пока мы не поможем нашей армии, пока мы не окажем ей всяческое содействие, пока мы не объединим общество на решение главной задачи добиться победы, все остальное это будет бла-бла-бла. Поэтому нам надо собрать волю в кулак, подсчитать все свои ресурсы и направить их на достижение победы». «Что такое 12 июня?» Это Россия, Российская Федерация отреклась от советского глобального проекта, проекта социальной справедливости, проекта торжества труда над капиталом». «Грущу я в день России, рожден он на развалинах страны, страны которой был всегда я верен, которую гордился я всегда. Страну собрал в 20 веке Ленин, которые жили честно для труда». В Приангаре не верят, что майнерам, добытчикам цифровых денег, в текущем году государство налогообложение введет. Юрий Валентинович Драмашко, иркутский крипторомантик, майнер, говорит, «Конечно, хорошо, чтобы майнингу присвоили АКВЭД, общероссийский классификатор видов экономической деятельности». «А все остальные вот эти добавки, я думаю, ничего не будет принято, как и в предыдущих годах, начиная с 2016 года». Так Драмашко прокомментировал новость недели о том, что майнеры должны будут регистрироваться на госуслугах. Такое предложение внес Минэкономразвитие в рамках очередных доработок свежей редакции законопроекта о майнинге в России. Под Рамашко российский майнинг занимает второе место в мире. Начни его регулировать, он съедет до 102-го места, и предприниматели уедут из страны. Туда, где этим делом заниматься можно будет на льготных условиях, хоть на луну. Владимир Григорьевич Друсь, иркутский правозащитник, по моей просьбе на неделе, подал иск к акционерному обществу со стопроцентным муниципальным капиталом УКС города Иркутска за стройку многоквартирного дома в Иркутске на улице Алмазная 1. В новостройке крыльцо с дверной группой отсоединилось от стены и угрожает жизни и здоровью жителей. Обращение к руководителю муниципального акционерного общества, депутату городской думы Александру Владимировичу Сафронову, от жильцов, от управляющей компании, без внимания много лет. Газета «Байкальская Сибирь» уже второй раз просит прокуратуру понудить застройщика устранить недостатки, пока надзорный орган тоже не помогает. Главное требование правозащитной организации «Друзья» обязать застройщика безвозмездно в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда произвести работы по замене входной группы. Дело будет рассматривать судья Сергей Юрьевич Дятлов. Ссылки на полные первоисточники новостей в описании. А сейчас фрагменты. Драмашко «Иркутский крипторомантик» о неверии в налогообложение майнинга и порочности его регулирования. Друзь «Иркутский правозащитник» о необходимости ремонта крыльца дома многоквартирного, чтобы жильцов обезопасить. Смотрим 47 секунд ровно. Майнинг в России – это второе место в мире. Начни его регулировать, начни его облагать налогами. Это съедет до 102-го места. Майнеры уедут, как они уезжают, как уехали айтишники, как уехали ученые. И разместятся они, на Луне разместятся, потому что там будут льготные условия. Крыльцо у нас сегодня находится, я скажу, в ограниченно работоспособном состоянии. Соответственно, вопрос о том, что нужно этот недостаток устранять, потому что он будет дальше проваливаться. Проваливается оно по одной простой причине. Потому что очень некачественно сделано было основание при строительстве. А мы по данному крылечку уже обратили в суд. Это почти все. Больше новостей в информационной ленте Иркутской области, БГ, Иркутск, Телеграме. Подписывайтесь и читайте. Мы работаем каждый день. Благодарим наших партнеров Иркутской обком КПРФ и Медиахолдинг номер один. На неделе комитет Иркутского областного отделения Ленинского комсомола пригласил молодежь вступить в свои ряды. Комсомол, как указано в воззвании, это возможность действовать не на словах, а на деле в дружном коллективе, который всегда поддержит и поможет в построении будущего. Никита Кондрашов, вступивший в комсомол в текущем году, Александр Аксенов и Никита Калинин, комсомольцы со стажем, поучаствовали в прямом эфире под названием «Время вступать в комсомол» на ютуб-канале Сергей Королев. Ребята поделились историями своего вступления в организацию и рассказали, чем ежедневно занимаются комсомольцы. Распространяйте выпуск среди друзей, помогайте по возможности развитию пульс при Ангаре. Новое время. Материально номер счета и ссылка на полное видео прямого эфира в описании. И обязательно ставьте лайки. Я, Сергей Королев, через неделю новое время Кондрашов, Аксенов и Калинин. О жизни иркутского комсомола. Смотрим 49 секунд. У меня все. Пока. Я решил прийти в комсомол, потому что понимал, что надо куда-то девать свои силы, энергию, более полезное русло. Ведь я раньше занимался только компьютерными играми. Мы помогали уже красить площадку ко дню защиты детей на улице Аргунова. Единственную площадку. Если комсомолец сохраняет свое лицо, организация сохранила свое лицо, естественно, это помогает товарищам, как в организации, так и в участии в мероприятиях. Из важнейших вообще обязанностей каждого комсомольца является у нас обязательное самообразование, самосовершенствование. Как Владимир Ильич Леонид говорил, учиться, учиться, еще раз учиться. КОНЕЦ